Здравствуйте, уважаемые любители горного и других видов велосипеда. Я давно обещал вам снять ролик о том, что не так с парафиновыми смазками. И вот настало время, собственно, долги отдавать. Хочу сразу же оговориться, что сегодня я буду говорить только о смазках, которые поставляются в готовом виде для использования обычными людьми, без дополнительного оборудования. То есть вы просто берете упаковку смазки и используете ее согласно инструкции, без каких-то там нагревательных приборов и прочего. Проварку парафины и подобные вещи я, может быть, сниму когда-нибудь отдельное другое видео. Итак, парафиновые эмульсии, что с ними не так или, может быть, с ними все в порядке? Давайте окунемся в историю вопроса. Парафиновые смазки вообще существуют достаточно давно. Парафиновые эмульсии применяются в промышленности, например, для изготовления древесных композиционных материалов, таких как МДФ, ДСП, АСБ. Используются как разделительная смазка, как гидрофабизирующий агент. Также используются для переработки некоторых видов бумаги, для изготовления упаковки. То есть, в принципе, назначение и промышленность, именно выпускающая восковые парафиновые эмульсии, она очень широко развита. Это крупнотоннажное производство. Эмульсии эти известны давно. Как же устроена эмульсия? Из чего она состоит? Все вот эти парафиновые смазки – это прямая эмульсия масла в воде. Ну, масло в воде – это что значит? Значит, что капельки гидрофобной жидкости находятся в жидкости гидрофильной. Гидрофобная – это та, которая, собственно, масляной водой не смачивается. Там это могут быть нефтепродукты какие-то, там жиры. Гидрофильная – это вода, водные растворы, там спирты некоторые, да? Для того, чтобы образовалась эмульсия, обычно достаточно просто подвода энергии. То есть, будучи достаточно настойчивым и физически сильным, вы можете смешать масло с водой, и у вас получится эмульсия, которая очень недолго будет эмульсией. То есть, она быстро расслоится. Для того, чтобы легче сделать эмульсию и для того, чтобы она была стабильной, нужно использовать эмульгаторы. Эмульгаторы – это поверхностно-активные вещества, которые необходимы для того, чтобы, опять, как я уже сказал, снизить поверхностное натяжение масла. И для того, чтобы стабилизировать эмульсию, чтобы мешать каплям слипаться и снова образовывать две большие раздельные фазы, не смешиваемые между собой. В чем проблема? То есть, эмульгаторы, они гидрофильные. То есть, у них две части. Одна из них гидрофобная, другая гидрофильная. Что значит гидрофобная и гидрофильная? Гидрофильная – это та, которая имеет сродство к воде. Гидрофобная – это, которая имеет сродство к маслу. То есть, она водой не смачивается. Это необходимые вообще условия существования этих гидрофобных в этой молекуле, чтобы он работал как эмульгатор. И вот наличие эмульгатора очень снижает гидрофобность всей системы. То есть, она начинает хорошо смачиваться водой. Эмульгатор своими концами в каплю масла гидрофобными засовывается и торчит наружу гидрофильными. Это все хорошо смывается водой. Проблема в том, что малый эмульгатор вы положить тоже не можете. То есть, когда вы кладете эмульгатора недостаточно, эмульсия становится нестабильной. Она хуже хранится. И вот, например, смув и сквирт, они отличаются тем, что одну можно замораживать, другую нет. Почему? Потому что в сквирте, то есть, это мое предположение, я точно не знаю его состава. Он как бы не раскрывается. Поэтому я не знаю, сколько там конкретно и какого эмульгатора. Но, скорее всего, в сквирте эмульгатора больше. И по характеру того, как он смачивает поверхность, по характеру его нанесения, тоже косвенно об этом свидетельствует, что эмульгатора там больше, потому что сквирт наносить легче, чем смув. Он лучше смачивает поверхность, потому что большое количество эмульгатора активнее снижает поверхностное натяжение. И даже слегка замасленная цепь лучше смачивается сквиртом, чем тем же смувом, в котором эмульгатора меньше. Наличие эмульгатора – это необходимое условие, но оно же и зло. То есть эмульгатор никуда не улетучится, будет всегда на вашей цепи и будет смываться И недавно я услышал, как один велоблогер заявил о том, что якобы вот эта вот неоднородность структуры То, что эмульсия состоит из капель, мешает этой эмульсии попадать внутрь цепи Капли эти очень маленькие, примерно 10 микрометров Допуски при сборке цепи, ну и не только допуски, но и вообще технологические требования Цепь должна гнуться, она, эти допуски, они составляют несколько десятых миллиметров Ничто не мешает каплям заполнять промежутки в цепи То есть механических ограничений для этого никаких нет По смазыванию парафином В масляной вот этой фазе содержится, ну точнее в гидрофобной фазе содержится как парафин, так и масло Тоже парафин опять же с химической точки зрения Но разная длина молекулы позволяет по-разному физически выглядеть этим веществом Парафиновая фаза во всех этих смазках вещь достаточно сложная Воск то же самое, то есть это будет смесь веществ Там есть и масло, там есть и циклические углеводороды Очень много, целый ряд веществ Часть из которых выполняет смазывающую функцию, часть структуры образующую Часть способствует адгезии или стабилизации, например, от окисления этого состава То есть компонент масляный, компонент гидрофобный, там очень сложно имеется состав То есть это не одно вещество, это не чистое вещество И поэтому делать выводы о том, что парафин не смазывает Ну у вас нет оснований, потому что вы не понимаете, о чем вы говорите Вы вещество даже назвать не сможете Как бы вот уже выводы готовы делать Поэтому со смазывающими свойствами парафина в данном случае опять же все в порядке Смазывает нормально, попадает нормально, работает нормально Но очень важен состав эмульсии То есть подбор качественных эмульгаторов, подбор дисперсной фазы очень важен Если много масла, будет мараться сильно Если мало масла, будет хрупкий, будет осыпаться Те, кто у производителей восковой парафиновой эмульсии Покупает бочку эмульсии для МДФ, сует в красивые баночки и продает Ну у тех людей просто очень низкая цена репутации И они позволяют себе так поступать На самом деле так поступают Цена парафиновой или восковой эмульсии, как хотите так и называйте На рынке сейчас порядка 150 рублей за килограмм Разливая в баночки, ну вы на упаковку добавляете еще пусть 50 рублей на килограмм Остальное это маркетинговые отчисления и собственно на карман Только вот смуф и сквирт, они хотя бы кого-то спонсируют И рекламу какую-то выпускают А аналогичные, например, отечественные смазки, которые стоят сопоставимо Не в десятки раз дешевле и, как правило, даже не в разы В десятки процентов разница всего Они, не вкладываясь в рекламу, хотят получать столько же, сколько, собственно, производители Которые занимаются рекламой, которые несут на себе издержки импорта, таможенного оформления и прочего Поэтому парафиновые смазки работают Вам выбирать Недостатки у них есть Кроме вышеозначенных недостатков Опять же тоже обычное физическое явление То есть при седиментации эмульсии Поверхностная пленка не всегда, точнее практически никогда не бывает сплошной То есть из-за этого металл часто не защищен от влаги И мы часто сталкиваемся с тем, что обработанные парафиновыми смазками цепи ржавеют То есть если цепь коррозионная нестойкая Например, цепи Шамана очень, ну, большинство, скажем так Достаточно плохо сопротивляются коррозии То она после влажных покатушек может ржаветь и даже клинить В данном случае надо понимать, что значит парафин использовать не стоит Либо нужно протирать цепь после катания Это рекомендуют производители парафиновых эмульсий Очень мелким текстом и не на упаковке Но тем не менее Такая рекомендация есть И она опять же вот связана с этим С этой проблемой То есть с тем, что, во-первых, парафин смывается водой Из-за того, что в нем содержится компонент, который этому способствует И тем, что пленка, образуемая парафиновыми смазками, она зачастую не сплошная Ее, соответственно, защита чисто механическая от воды очень плохая У масла такого нет То есть масло всегда старается занять максимальную поверхность на цепи Когда она смывается снаружи, она автоматически изнутри цепи Рано или поздно растекается по всей поверхности Таким образом защищая вашу цепь от коррозии Парафиновая эмульсия этим похвастаться не может Поэтому такой нюанс есть Я лично летом использую эмульсию на основе парафинов и восков А зимой и осенью использую масляные смазки для влажной погоды Если цепи уделять должное внимание, можно пользоваться Никаких там ужасов и страхов в принципе нет Да, как бы внимания приходится уделять чуть больше Но тем не менее это все работает Просто нужно подбирать под конкретные условия эксплуатации подходящую для этого смазку И тогда все будет у вас хорошо И парафин вам будет подходить И масляная смазка вам будет подходить Делайте правильные выводы Задавайте правильные вопросы И используйте вещи по назначению И тогда не будет никаких проблем На сегодня я закончил Всего доброго До свидания